Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поговорить о плюсах жизни в Турции. Я поделюсь, почему я выбрала именно Турцию для эмиграции, постараюсь влюбить вас в эту замечательную страну и, может быть, помогу сделать правильный выбор тому, кто до сих пор сомневается, в какую страну ему переехать. Итак, поехали! Всю свою жизнь я терпеть не могла зимой носить шапки, колготки, всякие подштанники и прочую теплую одежду. Думаю, одним из главных аргументов, почему я выбрала Турцию, будет теплая погода. Я живу в Стамбуле. Стамбул нельзя назвать самым теплым городом Турции, но даже здесь в году бывает примерно 235 солнечных дней. Если вы так же, как и я, терпеть не можете дождь, слякоть, зиму, серость, то вам сюда. Зима в Стамбул приходит где-то к концу декабря, а в этом году даже в январе температура поднималась до 20 градусов. По-настоящему холодно в Стамбуле может быть в феврале, в начале марта. Даже иногда идет снег. А так температура не спускается обычно ниже плюс 5 градусов. К концу марта погода стоит примерно такая. Но даже такая теплота меня не устраивает. Моя мечта переехать на юг Турции, где зимы можно считать нет вообще. Надеюсь, в скором времени осуществлю эту мечту. И тогда видео мы будем снимать на красивых побережьях Игейского или Средиземного моря. Держим кулачки. Говоря о море, без преувеличения можно сказать, что в Турции оно одно из самых красивых на всем земном шаре. Если вам нравится плавать в чистейшей прозрачной голубой водичке, в которой к тому же нет акул или каких-либо других опасных морских тварей. Если вам нравятся живописные лагуны с прозрачной водой и с необыкновенной природой вокруг, то вам сюда. Причем лагуны могут быть как абсолютно безлюдными, так и обустроенными со всеми удобствами, с ресторанчиками, с душами, даже с отелями абсолютно на любой вкус. Говоря о природе Турции, это не только море. Турция это бескрайние зеленые леса, в которых можно заблудиться, гуляя часами по древним тропинкам. Турция это исторические памятники архитектуры, которые можно встретить на каждом шагу. Турция это горы, где зимой можно покататься на лыжах на современных лыжных курортах, а летом спуститься вниз на надувном плоту по быстрой горной реке. Не зря Турцию предпочитают туристы со всего мира. Здесь найдется, что посмотреть для путешественника на любой вкус. Могу сказать с открытым сердцем, если вдруг, не дай бог, конечно, настанет такой день, и Турции придется закрывать свои границы в сложившихся обстоятельствах из-за пандемии. Я не сильно расстроюсь, потому что все те места, которые мне хотелось бы посетить, находятся здесь. Каждая страна это не только какие-то архитектурные памятники или природные ресурсы, это в первую очередь, конечно же, люди, которые живут в этой стране. И это еще один пункт, за что я люблю Турцию. Люди здесь в своем большинстве доброжелательные, улыбчивые, готовые всегда помочь и открыть двери своего дома. Если, не дай бог, на улице вам станет плохо, поверьте, не останется ни одного равнодушного человека. Такая история недавно случилась со мной. Утром я вышла на пробежку, и, видимо, из-за того, что я не успела позавтракать или, может быть, не до конца выспалась, у меня вдруг стала кружиться голова и потемнело в глазах. Я остановилась и села на асфальт, чтобы, не дай бог, не упасть. Я бегала на набережной, и в это время там не было много людей, но все-таки были пару человек, кто так же, как я вышел на пробежку, и было несколько человек, кто мимо ехал на велосипеде. Все они, без исключения, остановились и подошли ко мне. Они собрались вокруг меня, и прежде чем я успела вообще опомниться, я уже лежала на спине с поднятыми вверх ногами, с меня сняли обувь, массировали ноги, кто-то нашел кусочек сахара и стал мне предлагать, думая о том, что, может быть, у меня понизился сахар в крови. Тут же достали мой телефон, позвонили моему мужу, вызвали скорую, и за какие-то считанные минуты я была уже в больнице. Я не представляю себе такую подобную ситуацию в любой другой стране мира. Турки очень гостеприимные люди, и это касается не только ситуаций, когда вы приходите к ним домой в гости, а также, если вы гость, например, в их офисе или, скажем, в магазине. Вам обязательно предложат чашечку чая, кофе, какие-нибудь прохладные напитки. Если вы делаете какую-нибудь серьезную покупку, скажем, в магазине, то вас могут пригласить еще и пообедать. В нашем продуктовом магазине, который находится недалеко от нашего дома, в котором я обычно делаю покупки, ребята мне всегда предлагают чай или кофе. В турецких офисах даже существует такая должность, как ответственный по чаю. На турецком языке это называется чай-джи. Этот человек занимается только лишь тем, что он заваривает чай постоянно, он варит кофе как сотрудникам, так и приходящим гостям, и собирает и моет стаканы и чашки. И поверьте, этим ребятам бывает иногда некогда присесть. Я, кстати, не встречала ни в какой другой стране мира такую профессию, как чай-джи. Ну, разве что в Индии. Когда я была в Индии, мне нужно было посетить офис наших клиентов. Но перед тем, как пойти в офис, мне предложили заказать кофе из Старбакса. Ребята меня предупредили, что у них есть такая должность, как чай-джи, но они не рекомендуют пить чай или кофе, который готовит этот человек. Когда закончился мой кофе из Старбакса, и чай-джи предложил мне сварить новый кофе, я не отказалась, но когда он принес этот кофе, я поняла, почему меня так дружно отговаривали. Так что еще один плюс Турции. Турки очень порядочные люди. Веду такой пример из своей жизни. В детских автобусах проезд оплачивается с помощью карточки, которую заранее нужно положить какую-то сумму денег. Оплата производится путем приложения этой карточки к терминалу, который находится возле водителя. Но в час пик не всегда получается зайти с передней двери, чтобы оплатить проезд. Когда человек заходит с задней двери, добраться до водителя для оплаты ему просто невозможно. Что делают турки? Они просят передать свою карточку вперед, чтобы впереди стоящие пассажиры могли прижать эту карточку к терминалу и оплатить проезд. На этих карточках не пишется ни имя, ни фамилия, ничего. То есть это обычная карточка, у всех она одинаковая. И нужно сказать, что всякий раз ваша карточка вернется к вам. Если же на этой карточке вдруг не осталось денег, то за вас могут заплатить те же пассажиры, к которым пришла ваша карточка. Как говорят турки, сегодня я за тебя заплачу, а завтра за меня кто-нибудь заплатит. Что далеко ходить? Вот только что я покупала воду. Вода стоила 2,5 лиры, небольшая бутылочка. В моем кармане я оказалась в мелочи, к сожалению. Только 1 лира. Продавец сказал, ничего страшного, давай сколько у тебя есть. Остальное, если вдруг будешь проходить мимо, в другой раз занесешь. Или ладно, так уж и быть, пей на здоровье. Ни в одной другой стране мира я не могу себе представить что-нибудь подобное. Еще один момент, за что я люблю Турцию, это за чистоту на улицах. И не только на улицах, вообще в любых общественных местах. Я живу в Стамбуле, а это ни много ни мало 16 миллионов человек. Какие бы ни были люди-чистюли, в любом случае 16 миллионов всегда хватает для того, чтобы насорить вокруг. Но городские службы до того хорошо работают, что осенью невозможно найти даже листок на земле, не то что какой-то мусор. И нужно сказать, что поначалу, когда только приехала, осеннего листопада мне очень сильно не хватало. В Стамбуле чисто на улицах, чисто в метро, чисто в подъездах домов. Ну, пускай в подъездах домов убирают, конечно, не городские службы, а частно нанятые организации. Но все равно люди за этим следят. Общественные туалеты это вообще отдельная история. Пусть он будет платный или бесплатный. Кстати, бесплатным туалетом всегда можно воспользоваться возле мечети. Можете быть уверенными, что любой туалет будет чистым и всегда будет бумага, что тоже немаловажно. Во многих других странах с бумагой в туалетах бывает напряженка. У нас в Украине, например, даже туалет, который в аэропорту, не всегда бывает чистым. Там обычно бывает накурено и никогда нет бумаги. На улицах Стамбула не только чисто, а еще и безопасно. В какое бы время вы не возвращались домой, вы не встретите алкоголиков или бездомных. Алкоголиков нет совсем. Пьяного человека на улице в Турции встретить, ну, фактически невозможно. Бездомные люди, люди, которые попали в тяжелую ситуацию, конечно, есть в любой стране. В Турции существуют специальные приюты для бездомных людей, где можно переночевать в холодную погоду и выпить чашечку супа. Для женщин, которые страдают от своих мужей, которых бьют мужья, существует отдельный приют, где таким женщинам и их детям можно поселиться и жить какое-то время, пока ситуация дома не решится. И это тоже очень большой плюс. Так как в наших государствах, если за стенкой ругаются соседи, стоит какой-то крик и возня, вряд ли кто-нибудь вмешается. А, например, в европейских странах какое-либо вмешательство лично вообще карается по закону. В Турции ситуации с домашним насилием решаются гораздо быстрее. Достаточно женщине самой хотеть уйти из дома и попросить защиту у государства. К сожалению, не все оказываются к этому готовы, не все хотят выносить ссоры из избы, так сказать. На стамбульских улицах уютно живется бездомным животным. Стамбул недаром считается городом кошек. Они здесь повсюду. Свободно гуляющими можно увидеть не только кошек, но и собак. Городские службы следят за всеми животными, которые живут на улице. Больных животных отлавливают, лечат, стерилизуют и опять выпускают на улицу, предварительно надев на ухо клипсу. Клипсы у бездомных собак все пронумерованы и номера заведены в базу, по которой ветеринары с легкостью могут определить, какие болезни, например, были у этой собаки, спокойный ли у нее характер и в каком районе она была выпущена. Кошкам клипсы не одевают, кошек отследить гораздо сложнее, чем собак. Кошкам, успевшим побывать у ветеринара и прошедшим стерилизацию, отрезают кончик уха. Таким образом становится понятным, стерилизовано это животное или нет. Животных выпускают на улицу, но это не значит, что их бросили на произвол судьбы. За ними продолжают наблюдать и ухаживать как городские службы ветеринарные, так и обычные жители. Возле каждого дома можно найти чашку с водой и корм для животных. Для европейских стран это вообще редкость. В Европе вообще нет бездомных животных. Два года назад мы с мужем были в Белоруссии, и оказалось, что там тоже нет бездомных животных. Если животное попадает на улицу, его сразу же забирают государственные службы. И если за несколько дней не найдется хозяин этого животного или кто-нибудь другой, кто бы хотел взять это животное к себе домой, это животное усыпляют. Турки очень гуманные по отношению к животным, поэтому все живут дружно и счастливо на улице. Турецкая кухня – это моя, наверное, самая любимая тема. Турция – это, наверное, единственная страна в мире, где существует такое понятие, как гастротуризм. Даже сами турки могут сесть на самолет на выходных и полететь в совсем другую часть Турции, чтобы съесть местный кебаб, выпить ракы, съесть какие-нибудь сладости местные или приготовленные по особому рецепту манты. Восточная часть Турции – это Адана, например, Газьянтеп. Они славятся своими кебабами, мясом и сладостями. Так что, если вы мясоед, то вам туда. В западной части Турции – это эгейские части Турции, прибрежные. Больше понравятся вегетарианцам. Там существует культ блюд, приготовленных на алисковом масле. Их в турецкой кухне многое множество. Некоторыми рецептами я обязательно поделюсь с вами в своих следующих выпусках. Также, поскольку это прибрежные части, там любят рыбу. Я хоть и не вегетарианец, но предпочитаю больше употреблять овощей, рыбы. Плюс я люблю море. Поэтому, конечно, для меня мечта – это эгейское побережье. Держим кулачки. Вопрос, который в период пандемии стал особенно актуальным – это интернет-шоппинг. В Турции на протяжении этих полутора лет мы неделями не выходили из дома. Были закрыты все торговые центры и магазины. Единственный выход, который оставался – это делать покупки через интернет. Нужно сказать, что в Турции и до пандемии интернет-шоппинг был достаточно развит. Сейчас все, что касается интернет-шоппинга, доведено просто до совершенства. Одна моя подруга живет в Англии. Когда она слышит, как у нас все легко и просто, можно купить через интернет и вернуть, поменять, если что-то не подошло, она просто завидует белой завистью. В Англии, например, за каждую интернет-покупку, за доставку платит покупатель. И если вдруг что-то не подошло, то за обратную отсылку тоже должен платить покупатель. И все это идет достаточно долго. Можно ждать до месяца какую-то покупку. В Турции с этим все идеально. Существует множество веб-сайтов, на которых можно легко и быстро делать любую покупку. От косметики и одежды, например, до мебели, до бытовой техники, а также продуктовые покупки. Начиная с определенной суммы, каждый магазин определяет по-своему. Доставка осуществляется бесплатно. Но, как правило, эта сумма вполне логичная. Если что-то не подошло, можно сдать обратно. Мне, например, всегда очень сложно подобрать джинсы. И я никогда не заказывала до этого джинсы через интернет. Мне нужно померить несколько пар, несколько моделей, убедиться, что все хорошо сидит. Но в данный период это было невозможно. Что я сделала? Я заказала несколько моделей, несколько размеров. Все пришло ко мне домой в течение 3-5 дней. Я все перемерила, отложила то, что мне подошло. Остальное бесплатно отправила обратно в магазин. Мой муж шутит по этому поводу, говорит, что ты как в примерочной кабинке. На дом заказать также можно и продукты. Это можно сделать как онлайн. У большинства крупных торговых сетей есть свои странички в интернете, где можно выбрать любые продукты, сформировать свой заказ. И он придет в течение нескольких часов, ну максимум дней. Также продукты можно заказать по телефону. В период пандемии людям старше 65 лет было запрещено выходить на улицу. Только в какие-то определенные часы. Было очень сложно успеть сходить куда-то что-то купить, принести домой и вложиться в этот промежуток времени. И такие услуги в телефонных покупках были очень кстати. Например, мои свекры, они в течение многих месяцев вообще не выходили из дому. Они созванивались с ближайшим продуктовым магазином. Им на WhatsApp фотографировали нужные продукты, свежие овощи, фрукты, которые были нужны именно им. И присылали эти фотографии на WhatsApp вместе с тем. Они писали свой заказ и через час максимум весь заказ был у них дома. Для пожилых людей такая услуга это просто бесценно. В нашем продуктовом магазине наши ребята-продавцы даже обижаются, что за любой мелочью я хожу сама. Но у меня такая привычка, я должна сама все посмотреть, все выбрать. Они даже обижаются, говорят, почему ты не позвонила, мы бы тебе принесли. И когда я делаю большие покупки, когда у меня тяжелые сумки, они всегда мне помогают донести все домой. Только в Турции существует такая профессия, как КПДЖИ. Кто такой КПДЖИ? Я называю его дворецким. Это человек, в обязанности которого ходит чистота в подъезде. Каждый вечер выброс мусора у всех жильцов. Этот человек заходит в каждую квартиру в подъезде, за которой он отвечает, собирает мусор у всех жильцов и выбрасывает все в мусорный бак. Также он делает покупки для каждого из жильцов дома. Для пожилых людей или, например, для мамочек с маленькими детьми, которые не могут выходить из дому в каждый момент, когда им это необходимо. Это вообще неоценимая услуга. Наш КПДЖИ, например, может прийти, если мы его позовем, также прибить полку, прикрутить люстру какую-нибудь или сделать какую-нибудь еще мужскую работу по дому. Я его в шутку называю мужем по вызову. Больше ни в какой другой стране мира. Я ничего подобного не встречала. Если я не права, напишите в комментариях, где еще есть такая услуга. Несмотря на все странности и отличия Турции от наших стран, Турция это та страна, где мне комфортно и удобно жить, как иностранке. Надеюсь, мне удалось немножечко и вас влюбить в эту страну. И если не переехать сюда навсегда, то хотя бы приехать в отпуск и самим все увидеть. Кто еще не успел подписаться на мой канал, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео о Турции, турках и жизни здесь. Пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok